Каково это, когда ты комментируешь, говоришь о матче Спартака-Нальчика, потом прийти и здесь это говорить? Внимание! В команде Спартак-Нальчик произведена замена. Когда мы говорили о Спартаке-Нальчике в премьер-лиге, это совсем другое. А когда мы говорим о Спартаке в нынешнем состоянии, вторая лига, естественно, без каких-то конкретных целей, задач, конечно, уровень немножко другой. Ну, поэтому сравнивать все равно мы не будем, потому что это любительская футбольная лига, там все-таки профессиональная футбольная лига. Но уровень некоторых игроков, которые играют в любительской футбольной лиге, не хуже. Тогда с другой стороны начнем. Как вы здесь оказались? Я оказался элементарно. Так? Это как? Хасан позвонил. У него есть ваш номер? Да. Мой номер не дефицит, я его никогда не меняю. У меня нет. Ну, теперь будет. Вот. И говорит, хотелось бы. Но мы с ним договорились, если в финал выйдет команда, она вышла. Так, нормально. Только на финал уходите? Нет. А, шо. Просто уточнить. Еще раз вообще финалы люблю. Когда идет матч Спартак-Нальчика, мы можем кого-то с днем рождения поздравить? Нет. Нет? Не можем. Как там один известный дядя взял в микрофон и сказал, судья такой-то там нехороший. Ничего себе. Мы так не будем ждать. Нет, мы так не будем. Даже за деньги? Даже за деньги. У меня тоже была мысль на что-то заработать, да. Почему в перерыве не заказывать музыку, да. За деньги. Поздравить с днем рождения. Да, да. Ну, все-таки это не то. Это не королевки. Какого-нибудь лысого дядьку поздравить там, нет? Да, почему нет? Можно. Тем более сейчас, вы сами сказали, много людей не ходит. Да, вот сейчас сезон закончится, стадион будет свободный, будем поздравлять. А так разрешают? Да, конечно. Все тогда. Все на стадион. Добрый вечер, дорогие любители футбола. Сегодня мы с Мартином пошутили. Он хотел навести волну веселья, но я считаю, что футбол это серьезный вид спорта. И буквально через несколько минут на республиканском детском стадионе состоится финальный матч первого чемпионата Кабардино-Балкарской республики по футболу в формате 6 на 6, в котором будут встречаться футбольные клубы ЦСКА и, как уже сказал Мартин, уже легендарный футбольный клуб «Черкес-07». О составах и о том, как будет проходить матч, мы будем говорить чуть позднее. Но сегодня у нас антураж такой. Отойдите отсюда! Отойдите отсюда! Мы снимаем! Вот это вот сегодня он этим будет заниматься, чтобы я спокойно мог вести репортаж. Вот. Сегодня очень много известных людей на стадионе. И мы с ними сегодня обязательно поговорим. А пока я хочу сказать, что буквально в нескольких метрах от нас проходит матч за третье место. Как только они завершат свой репортаж, свою игру, мы начнем нашу работу. Мартин, я хочу пожелать тебе успеха в сегодняшнем матче. И хорошего настроения. Я хочу, чтобы ты был в позитиве, как всегда, как обычно. Ты красавчик. А вы видели? Конечно, видел неоднократно. Я практически все ваши матчи уже посмотрел, изучил. Да, но я Хасану сказал, Хасан, поскольку финал, это дело серьезное, мы немножко это серьезнее будем делать. А это услышал Идар, который сзади стоит. Он говорит, не-не, я только с весельем, с хохмой и так далее буду делать. Пока его Хасан отвлекает, поэтому я спокойно говорю на серьезные темы. Но как только он освободится, думаю, что он займет определенное количество времени. Хасан, дорогой, это за несколько дней уже второй финал. За четыре? Практически за четыре, да. 23 сентября был финальный матч. Вы выиграли кубок ЮФО. Смотрите, наслаждайтесь и торжествуйте чемпионом. Черкес-107. Чемпион кубка Юга версии 2.0. И сегодня тоже финальный матч. Каково ваше отношение к финалам вообще и к сегодняшнему финалу в частности? Спасибо, что дали слово. Во-первых, всем ассалам алейкум, добрый вечер. Очень мне приятно то, что вы в своем плотном графике нашли время, приехали. По нашей просьбе, ну, многие зрители, возможно, не знают, но я скажу, как оно есть на самом деле. Мы ранее договаривались с вами, и я вас очень сильно попросил. Я говорю, если вдруг по воле Всевышнего мы до финала дойдем, вы придете, нам чуть поможете. Вы сказали, да, если вы дойдете до финала, если у меня получится, я приду, поддержу вас. Во-первых, спасибо большое вам за то, что вы пришли. И вот еще минут через 10-15 начнем, наверное, игру. И по воле Всевышнего, если получится, второй трофей, второй титул выиграть за 4 дня. Да, действительно, это правда. У нас получилось выиграть очень сильный кубок. Кубок Юга версия 2-0 благодаря Всевышнему. Оказывается. Амур, каково играть в финале? Ну, вообще, финал, это вообще, конечно, самое высокое, то, что на футболе можно придумать. До финала-то надо дойти. Сколько надо команд выиграть, так же? Да. Ну, я хочу сказать, что сегодня праздник, я думаю, что футбола в целом, даже если проигравший, но это огромный праздник. Я оказался, вот только-только, министерство курортов проводили мероприятие. 95 лет курорту Нальчик. Концерт был, да? Да, да, да. Ну, и мероприятие, которое было отмечено. Надо сказать, что самый зеленый, самый красивый город Нальчик, конечно, тут никто не обсуждает. Но я говорю, 95 лет, он же, говорю, как будто вот родился, цветущий такой, так же. А 95 лет. Поэтому я желаю, чтобы наши ребята, кто бы с какой стороны, с какой командой не играли, сегодня дали, на самом деле, красивый футбол. И, конечно, чтобы мы наслаждались этим, и сами они наслаждались. И победителям будет, наверное, самый достойный, и честно, порядочно, и справедливо, чтобы выиграли, будем говорить, финал. Аллахайца. Да. Пусть желаем. Для мамы фотографии можно? Конечно. Большое спасибо. 115, какая-нибудь вот такая тварь стоит. Извини, пожалуйста, Ида. Я как раз послушал разговор. Ты разговаривал сейчас про вид спорта, который не имеет отношения ничего общего с этой движухой, которая здесь происходит. Да, вот есть, короче, вот я сейчас вам объясню. Вот есть правильный вид мяча, овальный. Сегодня мы сегодня видим, самый популярный, конечно, вид спорта, это круглый мяч. Баскетбол. После овального. Ну, да. И, ну, что сказать. Сегодня Черкесис 07. Надеемся, что они просто, ну, вколотят столько мячей, что футболь... Передом уже до овального мяча. Да, что они вколотят столько мячей, что мяч круглый станет овальным. А тебе не кажется, что это предательство? Что ты здесь находишься, а не на ригмийном матче? Короче, мне заплатили бабки, поэтому я здесь. Вот это другой разговор. Подожди, мне знаешь, что нужен был? Мне вот этот мальчик нужен был. Олег Саламаде, как дела? Твой мальчик. Ладно, серьезный дядька. Где ты был, когда я был мальчиком? Так, подожди, на прошлой игре тебя точно не было, на которой я был. На которой ты был? На которой я был, тебя не было. Весентуках ты был. Это моя прошлая игра. Нет, это первая игра 6 на 6. Нет, вторая. Вторая? Я открыл и закрываю, понял? Уай-я. На первую и на последнюю. Мы же знаешь, чего ждем, Амада? Второй кубок за 4 дня. Больше нам ничего не надо. Остальное все есть. Сколько будет с Глебом? Нет, это там вот серьезный дядька в костюме ходит. Эй, вы этого тебя знаете, да? Это маскот. Маскот майонезного завода. Дай сюда цитату, которую ты выучил. Которую я их много учил. Все. Все, внимание на футбольное поле. Через несколько минут начнется финальный матч первого чемпионата Кабардино-Балкарской республики по футболу в формате 6 на 6. Встречаются команды ЦСКА Черкес 0-7. Дорогие друзья, мы неожиданно подходим к одному из гостей сегодняшнего финального матча. Олимпийский чемпион Мурат Карданов. Мурат. И в первую очередь. Добрый вечер. У вас сегодня был тяжелый день. У вас было несколько мероприятий. И вот вы вместо того, чтобы оказаться сейчас дома, вы пришли на первый финальный матч первого чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу в формате 6 на 6. Итак, почему вы здесь? Ну, может быть, глупый вопрос. Вы олимпийский чемпион, вы человек спорта. И я задаю такой вопрос. Но вы олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а сегодня на футбольном матче. Спасибо большое. Ну, я сюда пришел по доброй воле. Конечно, вы говорите, что мы сильно устали. Но это отдых. На самом деле для нас это отдушина, потому что хотя бы вечером можно на свежем воздухе наблюдать, как ребята оздоравливаются. Противостояние двух команд в формате 6 на 6. Есть формат 7 на 7 и другие форматы. Но в любом случае это футбол. И мы сегодня понимаем, что желание заниматься спортом, в частности футболом, независимо от возраста, в любом формате, оно не ограничивается каким-то временем суток, с 8, с 7 или там. Радует, что в 9 часов вечера у нас, мы сегодня наблюдаем с вами финальную игру. И, конечно же, если уже масштабно подойдем, то массовый спорт дает возможность выбрать тех самых талантливых ребят для спорта высших достижений. Все взаимосвязано. Поэтому я здесь сегодня нахожусь абсолютно искренне и с удовольствием. И каждому из команд и руководителей, и тренеров, тренерскому составу, тем, кто сегодня это организовывает, хочу пожелать удачи. И здорово, что в каком бы формате данный вид спорта не организовывался, оно все время способствует и дает возможность оздоравливать наших жителей. Они сегодня являются примерами для многих ребят. Поэтому я и той, и другой команде желаю удачи всем призерам, кто сегодня стал третье место, четвертое место, да и всех участников. Охват составляет не 100 ребят, дорогого стоит. А самое главное, что конкуренция между ребятами и между тренерским составом, на чем хочу сделать акцент, потому что Республика Габардино-Балкария своими результатами в спорте всегда отличались. Но в футболе отличительным является тренерский состав, потому что только Юрий Красножан, уже можно многих еще перечислять, уже дорогого стоит. То есть у нас лучшие педагоги в виде спорта, как футбол. Поэтому есть у нас чем похвастаться. И вот сегодня то, что тренеры соревнуются, это очень важно. А из этих ребят, я уверен, что не только они в дубли будут играть. В любом формате, надеюсь, уверен, что найдутся ребятишки, которые завтра себя, ну, по крайней мере, в дубли Спартака и так далее. У них же есть своя высота, своя мечта. Как раз таки есть возможность себя проявить. Дорогие друзья, пока мы брали интервью у Мурата Мелузбевича на футбольном поле, произошло то, ради чего есть и сам вид спорта футбол. Гол. Гол состоялся. Первый гол в этом матче. Его забили футболисты ЦСКА 1-0. Впереди футбольный клуб ЦСКА. И Армейси опять с мячом. Выдача. Отлично. Гол. Шестой номер. Клоков забивает мяч. В ворота Черкес 0-7. Дорогие друзья, вот вам и полная неожиданность. Ну, те, кто любят смотреть телевидение, те, кто любят развлекательные передачи, и вообще те, кто серьезно относится к такому виду, да, как искусство. Мы сегодня видим у нас в гостях, а точнее, Аслан Бежоев у себя дома на родине. Мы рады тебя приветствовать, Асланчик, от души. Как ты вообще оказался сегодня на футбольном? Я обещал, что я сегодня прилечу из Москвы. И вот как со всеми родственниками повидался. Итак, внимание, засланный казачок Черкеса 0-7. Узбиев с мячом будет отдавать пас или нет. Утар, гол! Всех обманул, всех. И меня даже обманул. 1-1. Вот так я давай подержу. Давай вот здесь. Добрый. С твоей гиперактивностью я с тобой не сбиваю. И это несмотря на то, что я сегодня прилетел, да? Все. Сюда или куда ты прилетел? Сюда? Все. Я даже могу доказать. Все, нет. Мне Хас вчера сказал, мы играем. Я купил билет и прилетел сразу. Все, если ничего не надо. Хас тоже говорил, что ты придешь? Как к футболу относишься? Первый раз на футболе? На любительском? Нет. Я и сам когда-то там любительствовал футбол. Нет, я тебе так скажу. Я давно наблюдаю за командой Черкес 0-7. И за всеми ее. Тогда разговоров нет. Нет, не за мной, что я как-то... Ну, так получилось, что какое-то мое любительское, там, я не знаю, симпатии этой команде есть. Ребята все молодцы. Они мощно играют. Я даже думаю, может быть, они как-нибудь и... Может, выскочишь? С ними? Сейчас. Брат, я борец, даже не футболист. Серьезно? Что ты у меня вообще хочешь спрашивать? Я хотя бы он прошел в ноги, но ладно, не буду. Спрашивай. Нет, я ничего не хочу спрашивать. Просто хотел бы тебя поблагодарить. Спасибо огромное. Через таких людей, как ты, нашу республику лучше всего узнают, ценят ее. И вот через такой поздив, который ты приносишь... А надо, чтобы не только через меня. Нас в республике очень много человек. Я согласен. Нам всем надо к этому. Все боятся, стесняются, камеры там... Как сказал великий поэт Иван Дурн. Не надо стесняться. Все, республика обнял. Микрофон дай. Да ладно, шаги какие. Удар. И вот удар. И счет становится 2-1 в пользу команды Черкес 0-7. Так, серьезно? Нет, не получается. Удар, гол. Мяч забивает Ислам Кажаев. Просто, вот... Ты когда на поле не был, ничего не получалось. Ты на поле вышел, и что-то стало получаться. Это как еще работает? Тренерский ход. Заманили, и потом вышел. Ты же не тренер. Ну, тренер, так сказал. А-а-а. Как тренера зовут? Кого? Мое или тренера имя? Нет, твоего, как я же назвал, я никогда подходил. Тренера, который ход сделал, как зовут? Тимур Пшихачев. А, все, все. Футбол, шахматы это? Нет. Почему? Все говорят шахматы, я так считаю. Да ты не вдавайся в мои вопросы. Это просто вопросы. Не, я отвечаю... Я знаю, что хочу, чтобы вот это... Все знали, у кого самое мощное левое в этом городе. Не-не-не, не в этом городе, в Терском районе. Ты к Терскому району какое-то отношение имеешь? Ну, жил там, родился там. А сейчас где живешь? В Нальчике, Искож. Искож. Эй, чтоб все знали, на Искожи, чтоб слева к тебе не подходили? Не у меня самые сильные левые. А у кого? Оскара, вообще в Республике. Вот сколько колбасам, ты знал-то? Так, Исик, тебя не было на финальном матче 4 дня назад. Мы знаем, что ты был в другом месте. Вот твои эмоции расскажи нам вот сейчас на камеру, когда ты узнал, что они победили. Я и не сомневался, что они выиграют. Так что эмоций не было. Да? Да. Ты подъехал на вручение кубка? Нет, к сожалению, я очень поздно приехал. А там, где ты был, ты выиграл? Конечно, 4-0. Кву-яй-яй. Вот это другой разговор. Большое спасибо тебе, Ислам. Что ты уделил нам. Вам спасибо. Три минуты что ты нам уделил. Ладно, слонука с мячом. Бас в центр. Удар, гол. 3-1. 3-1. Мяч забивает Паттерби Бигбоев. Мы все знаем, что ты имел прямое отношение к футболу 5 на 5. Устоял практически у его истоков, у официальных турниров. Да. Стоишь ли ты так же у этих истоков формата 6 на 6? Да, я стою так же. Потому что формат 6 на 6 также проводит КБАМФ, официальный чемпионат. Кто? КБАМФ, то есть КБАМФ. Балкарская ассоциация мини-футбола. Тут все люди смотрят, да и кому это все интересные. Вот. Поэтому я тоже как бы в оргкомитете. Бабки платите? Баснословные. Ну, вы же какая-то организация, там юрлицо, что-то, что-то. Это ужас. Я просто сейчас официально у комьюнити прошу... У кого? Комьюнити. Прошу лопату снеговую или просто лопату для большого количества денег. И один КАМАЗ. КАМАЗ не надо. Лопату. Достаточно лопаты. Таранов. Гол. Очень легко разобралась атака. Черкес нам 7. Ваня Таранов! Ваня Таранов! Нормально, нет? Ваня Таранов! Это он вам похлопал. Передача. Первый тайм. Окончен счет 4-1. Команда Черкес 0-7. Уверена выигрывает первый тайм. Это последний турнир 6 на 6 или еще будет? Не знаю. У нас есть еще ребята, которые проводят турнир 6 на 6. Да не о них. А? Не о них. А вас. Но в любом случае, я думаю, это не последний турнир 6 на 6 для республики. Точно. Блин, как он? Как политик ответил? Слушай. Дипломатия. Это моя сильная сторона. Сильно. Иван Таранов. Замах. Удар. Крестовина. Рузбиев с мячом. Будет бить? Нет. Будет. Нет. Удар. Гол. После нескольких замахов Рузбиев забивает гол в ворота ЦСКА. Таранов. Отличный навес. Гол. Прекраснейший гол. Урусбиев забивает. И делает счет 6-1 с мячом. Пас на Карданова. Не получается. И гол. Ошибка в обороне. Черкеса 0-7. И мяч забивает. Адам Черкесов. Оформляет дубль. Батерпи Бигбоев. Карданов. Карданов с мячом. Удар. Не будет удара. Удар. Гол. Мурат Бигбоев забивает. Гол. Капитан команды увеличивает счет. Мурат Бигбоев. Мурат Бигбоев. Мурат Бигбоев. Буфон. Удар. Гол. На добивании. Забивает гол от Мир Карданов. Оставляет. Навес будет. Нет. О, это пенальти. Это пенальти. И вратарь спасает. Гол. Карданов забивает гол. И идет праздновать к своим фанатам. Супер фанатам, болельщикам. Отличный матч. Матч заканчивается. И со счета 8-3. Молодой человек. В синем трико. И эта девочка уже нам знакома. Да. Она всегда любит выигрывать. И у нее есть коронная фраза. Что ты нам скажешь, Лапочка? Я вас люблю. Ой, тебе. О, ты моя хорошая. А вот это что за дядя, которого ты обнимаешь? Это мой папочка Хасан. Папочка Хасан. А ты знаешь, что сегодня папочка Хасан выиграл за последние два года восьмой трофей победителя. Он опять победитель и опять чемпион. Ты его поздравляешь? Подавляю, подавляю. Ты моя хорошая. Вот имея таких детей, вот ради этого, Хасан, можно долго жить и доставлять большое удовольствие. Я от всей души хочу поздравить с этой очередной заслуженной победой. Хасан, кто не был в твоей шкуре, тот тебя никогда не поймет. А я хочу пожелать. Дорогие друзья, мы продолжаем. Упсо, Тасачка. Упсо. Ай, ты моя красавица. Итак, дорогие друзья, началось награждение. И лучший бомбардир у нас Арсен Гашоков. И вместо него вышел наш, вернее, ваш любимый Мартин. Он сегодня исполняет роль Арсена Гашокова. Ему это удачно удается. Помнишь Арсен Башануцке? Пусть Арсен увидит, что ты получил его приз. Я думаю, что. Да, лучшему бомбардиру. Скотчем заклеим, понял? И напишем твое. Отлично, отлично, отлично. На награждении присутствует президент Федерации футбола Кабардино-Балкарской республики Паштов Руслан Хабижевич, президент Федерации мини-футбола Кабардино-Балкарской республики Султан Эдоков, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Мурат Карданов и народный артист Кабардино-Балкарской республики Амур Тикуй. Вот такое солидное представление награждаемых. И ребята все это заслужили. Вот сейчас они получают заслуженные призы. А мы скажем, что мы находимся уже после окончания финального матча первого чемпионата Кабардино-Балкарской республики по футболу в формате 6 на 6, в котором встречались две сильнейшие команды. Команда ЦСКА и команда Черкес 07. Очередной финал футбольного клуба Черкес 07. По моим подсчетам за последние два года это восьмой трофей. Не просто восьмой трофей, а восьмой трофей победителей. Давайте мы их заснимем. Они скромненько так стоят. Практически... Нет, пропотели. Пропотели. Это наши чемпионы. Очередные. Это их восьмой трофей за последние два года. А за последние четыре дня второй трофей. Следим, знаем. Итак, переходим к мальчику в капюшоне. Подошел к нам Иван Таранов, дорогие друзья. Иванечка, как очередной финал? Очень тяжелый матч получился. Тяжелый? С точки зрения моего участия. Я без разминки вышел, поэтому... А, да. Чуть-чуть, да. Тяжело было. Но гол, голевые передачи, они остались на уровне. Ванечка, мы от всей души поздравляем вас. Почему? Потому что, когда великие футболисты нашей России продолжают радовать своих болельщиков, это всегда радостно. Мы очень любим, ценим большой твой вклад в развитие футбола не только Кабардино-Балкарии, но и всей Российской Федерации. Вань, здоровья, успехов. И чтобы никогда ты не вешал бутсы на гвоздь. Радуй молодежь. Пусть они радуются, что с такими людьми играют в одном футбольном поле. Дорогой, любим, ценим. Спасибо. Выстроились, фотографируются, а команда чемпионов ждет, ждет своей участи, своей очереди. Немножко счастливый, немножко подуставший, немножко привыкший к победам. Но ничего, будут, наверное, еще команды, которые создадут им проблемы в будущем. Но пока футбол есть, мы все будем живы. Футбол это не просто игра, футбол это жизнь, футбол это то, ради чего мы находимся всегда. Итак, футбол у формата 6 на 6, ПК Черкес 07, который выиграл в этом году, наверное, все, что можно было выиграть. Вот вызывает победителей, чемпионов футболисты команды Черкес 07 вместе со своим тренером, также тренером-победителем Шихачев Тимур Хабижевич, один из лучших тренеров современного футбола нашей республики и самого титулованного тренера, который выигрывал очень многое в нашей республике и за ее пределами. Сейчас наших футболистов будут награждать, чествовать, им вешают золотые медали, золотые медали чемпионов. Они заслуженно выиграли, прошли этот турнир. Сегодня показали блестящий, красивый футбол. Дорогие друзья, любите футбол, приходите на футбол, болейте футболом и больше никакими другими болезнями. Пусть самой большой болезнью в вашей жизни будет, это болезнь, боление за футбол. Команда Черкес 07, чемпион Кабардино-Балкарской республики по футболу в формате 6 на 6. Первый чемпионат и первый чемпион футбольный клуб Черкес 07. Фейерверк победителям, фейерверк чемпиона футбольный клуб Черкес 07 и ее тренер-вдохновитель. Фейерверк футбольного клуба Аркасов Хасан Хасангевич. Они все находятся в центре внимания, в нашем центре внимания, под фейерверком футбольный клуб Черкес 07. Здесь они не полным составом, как вы понимаете, находятся только те, которые играли концовку финального матча. Футбольный клуб Черкес 07. Как говорится, и плохое, и хорошее имеет свойство заканчиваться. Поэтому, ребятки, закрывайте глазки, выключайте свои компьютеры и идите спать. Этот выпуск подошел к концу. Больше 6 на 6 здесь не будет. А, все, все, все. Сказали нормально, все нормально. А ты выше можешь тоже быть? Ты же малой, блин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!